доброе утро сегодня ночь была спокойной по крайней мере у нас и я видел что и возле газа тоже судя по сводкам утренним я подумал что сегодня я хочу посмотреть как живет в принципе обычный израиль по крайней мере на примере центра страны но вот кстати как только я сказал что не было обстрелов как раз сейчас обстрела шкелона и как написали после действительно 11 часов затишье и если вы видите вот на экране сбоку там таким оранжевым цветом выделяются онлайн города которые сейчас конкретно находятся под обстрелом и в них звучит сирена ну что привет и за что да и как ты знаешь у нас тут весело тоже сирены самый первый день был сложным самым сегодня три сирены вчера 1 вчера позавчера тоже 1 вот самый первый день был совсем каждые полчаса сирены но как ты видишь все все дома целы все целы разрушение никаких нет так что ничего они нас так просто не возьмут ну а вот собственно вид из балкона что мы видим вдалеке ашкелон вдали ашкелон за ашкелоном уже начинается северная газа отсюда приблизительно 30 километров до первых домов в секторе газа и 25 километров по воздуху все последние 3-4 дня на горизонте вдалеке было видно результаты работы нашей армии и бомбардировки постоянно постоянные бумы непрекращающиеся и прям все было в дыму сейчас из-за облаков ничего не видно но сейчас относительно тишина потому что такое нехорошее сатишье потому что что-то происходит отсюда также видно ракеты которые летят собственно по ашкелону и как работает собственно железный купол добрый в вершине мол о шуме сколько сейчас сейчас и я да Ты чувствуешь себя в Олимпийском? Ты чувствуешь себя в Олимпийском? А, ты меня не ждешь в Олимпийском? Я в Олимпийском. Меня война застала в Ярдане, когда я был в турпоходе с группой, и все было классно. К сожалению, последний день мы вынуждены были сократить, и поспешно вернулись к границе. Перешли границу тоже не без маленьких приключений, но все хорошо было, просто долго. Дороги обычно северных районов, они обычно забиты, и пробки. В этот раз, конечно, все было пусто, мы уехали очень быстро, и только блокпосты нас останавливали, досматривали. Красивый закат, пески. И вот там, на круге, позавчера полиция поступила сообщение о том, что есть террорист, который бродит по пескам. Приехала полиция, оцепила много армии. Даже внизу, вон там, между домами были небольшие группки полицейских и армии с супер приборами всякими. Искали человека, но так и не нашли. Или нашли, нейтрализовали, не очень понятно. А вот вчера у моря есть гостиница, возле которой тоже был случай со стрельбой, ранены двое полицейских. Что произошло, никто не знает. Дружественный огонь, полицейские между собой, или же криминальные разборки. И вот сирена собственная. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну, что скажете, Италия или все-таки Израиль? Ребята, маленькая ремарочка. Если вас интересует не какая-то фантастическая и мифическая жизнь, а настоящая жизнь в Израиле, бытовая, или просто вам хочется лучше разбираться в Израиле и вообще в регионе Ближнего Востока, подписывайтесь на этот канал, ваш лайк, подписка, а то потом забудете и уйдете дальше там в дебри Ютуба. Все, продолжаем видео. Я сейчас нахожусь в промзоне. Я знаю это место. Обычно здесь снуют машины, обычно здесь масса грузовиков, приезжают, разгружают, видите, контейнеры, какие-то ангары. Здесь обычно кипит жизнь. Сейчас еще рабочие часы после обеда. Я не знаю, где все, но все ангары я вижу, что закрыты. Возможно, мужчин призвали. Вот как раз сейчас один грузовик проехал. Кстати, палестинские земли вот там, а вот тут израильские. Палестинские, израильские. Вроде бы все понятно для всех, нет? Я вам честно скажу, это промзона к форсабе. Промзона очень бойкая. Сейчас тут видно, что очень мало машин. Даже есть свободные парковки. Мало очень людей, которые передвигаются пешком. Хотя сейчас отличная температура и очень хорошая погода. Какой-то ресторан закрыт. Шварменная открыта. Магазин, склад для животных открыт. А вот мебельный закрыт. Подушки тоже закрыты, постельные. А велики открыты. Ключи там, где делают, закрыто. Что-то копировальное закрыто. Кушательное открыто. Короче говоря, кто хочет, открывается. А кто не хочет, вообще никак не открывается. Поэтому угадать заранее, что работает, а что нет, практически невозможно. Какие-то, ну, супер открытые. Вот магазин техники тоже открыт. Компьютерный магазин открыт. Ну, людей просто нет нигде. Вот тут обычно такое очень бойкая промзона. Тут много магазов, как вы видите. Магазинов, простите, меня все поправляют. Смотрите, купил переноску для котиков, потому что мало ли что. И такую, что если что, то в самолет можно. Не очень большую. Но, надеюсь, не пригодится. Продолжение следует. ребята второй раз у нас сегодня у нас был взрыв очень близко если вы слышали то прям возле нас закрыты сейчас в комнате безопасности я вместе с котами вот один вот второй тут уже постелька разложена на всякий пожарный если затянется нас сирена стихла но продолжает где-то быть соседнем районе еще и его час она тоже затухла после того как прозвучала сирена по правилам 10 минут еще нужно посидеть внутри обычно конечно 10 минут не сидят там но посидят еще не на полминуты минуту может быть и выходят наверное вам не слышно было но был разрыв по всей видимости в воздухе именно поэтому просят не выходить сразу потому что бывает что затухает уже сама сирена а разрыв происходит позже то есть перехват происходит чуть позже ну и плюс ко всему когда происходит сам перехват обломки еще какое-то время падают поэтому это берет какое-то время у меня например самая большая проблема это поймать обоих котов потому что если мы пытаемся обезопасить себя людей то люди с домашними животными пытаются обезопасить и животных так вот ребята заправка от 9 вечера 10 вечера и обычно на заправке масса машин в это время какая-то бойкая обычное место а сейчас машин всего ничего все конечно это удивительно насколько мало машин насколько мало людей обычно опять же тут много людей со спальника входят делают спортивную ходьбу бег и так далее часть пошли резервистами часть себя дома пытаются не высовываться так ребята я сейчас нахожусь в парке не то чтобы здесь была масса людей вечером это очень приятный парк с озером находится между домов новый район большие высотные дома и как ни странно я бы сказал что они заполнил как бы заполнены что у них свет горит только ну наполовину наверное о чем это должно вам говорить и без понятия уехали ли все эти люди куда-то я тоже без понятия тоже не думаю ну хотя здесь район такой скажем зажиточный и может быть они так это просто звезда я уже смотрю на небо вы знаете там звезда самолет или ракета также идешь по улице точно такое же ощущение что нужно постоянно мониторить все и я вот позвонил сейчас другу живет ваш доди на юге и он но не выходит обычно делать пробежку сейчас не делает пробежку а я на самом деле ориентируюсь на него думал он делает спорт и я тоже выйду как бы народу вообще нихера нет я чувствую себя какой-то белой вороной так вот я пришел на место очень бойко и обычно тут миллиард детей по вечерам это маленький торговый центр и парочка кафешек мороженое детская площадка и тут очень много и маленьких детей и подростков я уже как-то снимал это место обычно я даже задавался вопросом как тут люди живут в соседних домах потому что стоит просто невероятный здесь голос голос от детей мороженое работает кстати он наверху есть спортивный зал люди занимаются и вижу он работает вот какая-то пиццерия работает кафе горит так тут вот вход в маленький торговый центр он тучу спалу все закрыто вот такая вот обстановочка ну вижу немножко котов тут много котов вижу немножко подростков но постарше не детей маленьких детей конечно уже не отпускают хотя в израиле обычно очень допоздна гуляют самые маленькие дети десятилеток можно спокойно увидеть там 12 ночи это абсолютно нормально как бы в этом плане безопасно довольно таки вот тут кстати улица чуть более оживленное вижу народ садится в машину гуляет собаками расходится немножко домой тут так конечно ночью припарковаться очень большая проблема все запарковано просто до последнего но те парковки большие на затем таких пустырях которые я обычно знаю чтобы полупустые или полностью пустые вот сейчас они за битве тоже видно что люди не хотят выезжать из домов своих ну смотрите в принципе я понимаю в этих арабов то есть сектора газа но хотят прийти и жить вот в этом вы видели их сектор газа вот в сравнении вам конечно тут одного наливка такая стоит как дом секторе газа наверное конечно время уже там где-то 11 но мне удивительно что аптека закрыта может быть она сегодня раньше закрывается не знаю люди занимаются спортом чуть более спортивным чем я вот тут есть кафе ландвер она закрыта и люди просто так сидят на мне кажется уже после закрытия и вот здесь такое обычно бойкое место особенно в конце недели и здесь масса 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 подростков детей мы сейчас видим что может быть уже поздновато я шел еще пицца работала конечно часто тролик не у политической какой-то составляющей но понимаете за те деньги которые давали и сектору газа все десятилетия и палестинской автономии поверьте мне просто посмотрите бюджеты которые им выделяют не только не просто израиль до который мы выделяет евросоюз который выделяет тому он гуманитарно именно такое вот направлению поэтому посмотрите и просто усопоставьте посмотрите сколько квадратных километров в принципе занимает газа и вот задайте себе вопрос а могли были они отстроить себе хоть что-то лучшее чем то что у них есть сейчас мой ответ конечно однозначно да хотели ли возможно да но вы мне скажете это люди люди не не виноваты их ими завладели преступный хамас да но эти же люди выбрали этот преступный хамас на выборах по крайней мере в первый раз если последующие разы мы еще можем там как-то дискутировать да что могли ли люди вообще на выбор как-то влиять то в первый раз это было вполне себе осознанно это было в противовес всей палестинской основной автономии так что вообще если вы не очень в курсе где находится газа что такое хамас и где находится основная палестина то хотя бы погуглите пожалуйста вот это знаменитая шварменная вообще на весь город и она открыта но людей там немного и тут все понятно потому что возможно кого-то призвали в армию сейчас резервистом возможно кому-то нужно сидеть с детьми дома потому что учеба пока что не происходит насколько я понимаю во всем израиле кто-то не знаю может быть просто боится выйти из дома и предпочитать того не делать и взял больничный короче пока что расклад вот такой самое главное что супермаркеты работают и работают аптеки наверное без всего остального можно перебиться и опять же я считаю что такое типа пока что временный какой-то период времени когда ну знаете мы не понимаем что произойдет мы ждем наземной операции в газе и первые дни не сразу же возможно но в первые дни нам больше станет понятно какая будет реакция вообще со всех разных сторон и тогда или как-то все пойдет на улучшение знаете обычной жизни в израиле или может быть даже наоборот